Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня мы с вами будем кушать шашлык. Его очень-очень давно не было на моем канале. Я подумала и решила, что давайте забабахаем. В общем, мы его приготовили сами, замариновали дома, купили мясо, замариновали и только отвезли в ресторан, чтобы нам пожарили. Это стоило 1 килограмм 4 моната. У нас было 3 килограмм, и мы заплатили, следовательно, 12 монат. Хотя можно было сразу там купить, просто так как бабушка не ест купленное мясо, так скажем. Она обязательно должна сама увидеть, что это за мясо. Нравится ли ей внешний вид? В общем, она очень капризна в этом плане, поэтому пришлось сделать так. Но ничего страшного. Очень вкусно. В общем, в прошлом видео я не рассказала про ситуацию с бровями. Почему я не пошла и не сделала брови. Точнее, я пошла. Но я не сделала эту процедуру. Я почему в ютубе это рассказывать не хотела? Просто потому, что мои видео смотрят 50 тысяч человек. Из них 30 тысяч человек смотрят мои истории. Мне не хотелось повторять одно и то же по несколько раз. Я и так, и так забываю и по 2-3 раза одни и те же истории рассказываю. Поэтому я не хотела повторяться еще раз. Опять рассказывать одно и то же, одно и то же. И там, и здесь. Но многие начали возмущаться. Что, мол, я не подписана на твой инстаграм. Но мне интересно. Вот поэтому решила в этом видео рассказать. Дабы недовольных не было. Опять же, извиняюсь перед теми, кто подписан на мой инстаграм и знает, и вынужден слушать эту историю еще раз. Из-за вас как раз-таки, из-за уважения к вам, мне хотелось рассказывать еще раз. Как попугай. Но просто не хочется никого обижать. Мне очень приятно осознавать, что все, что происходит в моей жизни, вам интересно. Вот. Изначально на странице, где я хотела делать брови, на странице студии, не было нигде цен. Когда девчонки под фотографиями писали, сколько стоит процедура, там ответ. Пишите в дайрект. Звоните по номеру. Ни одной цены, ни под одним постом нет. Ну что, такое часто практикуется. Я решила спросить в дайректе. Написала... Мне написали... 200 монат. Процедура. И 100 монат. Коррекция. В общем, я должна 300 монат. За брови. Я даже написала... Мне нужен перманентный макияж бровей методом растушевки. Окей. Уточнила цену. В этот же день, вечером, решила позвонить и уже записаться. Звоню в студию. Еще раз уточняю цену. Я говорю, значит, на русском. Девушка мне отвечает на азербайджанском. Но диалог у нас состоялся. Опять же, уточняю цену. Договариваемся о времени. О числе, когда я приду. Окей, договорились. В назначенное время, в назначенный день. Я вызываю такси. Еду. Трачу полчаса своего времени на туда. И слава богу. Мне повезло. Я приехала на 15 минут раньше. Я, по идее, должна сидеть и ждать. Когда настанет мой час, я пойду делать эту процедуру. Правильно? И тут я просто на всякий случай переспросила. Подошла к рецепшену и переспросила. Сколько стоит процедура? Я говорю, в общем, 300 монат. Говорят, нет. Я такая, в смысле, мы с вами разговаривали по телефону, вы мне сказали вот эту вот цену. Он такая, нет, я вам такого не говорила. Ну, ничего, говорит. Вам дадим номер карты, вы домой приедете и переведете оставшиеся деньги. Если у вас с собой нету. Я немного, знаете, такая в ступоре стою, не знаю, что делать. Думаю, что дальше делать. Очень похоже на обман просто. И мне сейчас, говорят, цену уже 450. Вместо 300, 450. То есть, получается, я за брови должна отдать 20 тысяч рублей. Ну, на рубли так. У меня просто зритель из разных стран. Я такая думаю, блин, как хорошо, что я сейчас, в третий раз, еще раз, уточнила цену процедуры. Представим просто ситуацию, что я не пришла на 15 минут раньше. Я сразу зашла в кабинет, сделала процедуру. И после этого мне говорят, что цена, вы знаете, такая. Естественно, доказать то, что по телефону она мне сказала 300, я не смогла. Потом я вытаскиваю телефон, показываю скриншот. Этот скрин я выложила к себе в историю, все видели. Не дадите мне собрать. Что мне сказали цену? 200 монат и плюс 100 монат на коррекцию. То есть, 300. И все мне пишут, почему так дорого в инстаграме. У нас тоже есть такие бюджетные цены. Полно мастеров, которые делают бюджетно. Я просто думала, что если там дорого, если там делают блогер. У нее действительно делают очень многие блогеры. Там, не знаю, ведущая делает. Я просто сама раскинула мозгами и подумала, что значит, она делает хорошо. Ведущая, которая работает на канале, она к кому попало не пойдет. То же самое блогеры. Миллионники. Девушка на рецепшене начала мне втирать про то, что это автоматическое сообщение инстаграма. Я смотрю, что сообщение отправлено мне спустя 8 часов. То есть, мне ответили не сразу, а спустя 8 часов. И что это значит, что это спам-рассылка? То есть, может быть, у меня другой вопрос. Может, я хочу другую процедуру. Что значит, я просто вам отправила? А я должна быть экстрасенсом, чтобы знать, что два раза вы мне сказали неправильную цену. Я потратила время на такси. Я потратила время на дорогу. За это время я бы могла бы снять мукбанг, заработать деньги из-за вашей ошибки. Я уже злая. Прихожу домой. Потому что вместо того, чтобы передо мной извиниться и сказать, что я по-русски не знала. Или произошла какая-то ошибка. Мне начали хамить. Меня начали выставлять дурочкой. Короче, очень сильно я разозлилась. Я достаточно спокойный человек, но иногда меня можно вывести из себя. Я ухожу. Еду полчаса дорогу домой. Мне никто не звонит. Приезжаю домой. Снимаю истории. Отмечаю их. Рассказываю все до мелочей, как было на самом деле. И что вы думаете? Страница просто меня заблокировала. Они взяли меня и заблокировали. Обвинять именно мастера, хозяйку студии, неправильно, наверное. Хотя, может, у них такая тактика, я не знаю. Потому что она сразу мне предложила альтернативу. Говорит, ничего. Говорит, доедете домой. Мы вам карточку скинем. Переведете нам на карточку оставшиеся деньги. Значит, это у них так часто. Ну, вы знаете, сейчас я думала, хорошо, что так получилось. Потом они мне перезвонили. Перезвонили только после того, как я выложила историю. Мои подписчики начали переходить на этот аккаунт и писать плохие комментарии. Только после этого они мне позвонили. Сказали, что ничего. Мы можем вам сделать и за эту цену процедуру. Ну, в общем. Не хочу портить настроение ни вам, ни мне. Я не сделала брови. Зато мне написало очень много. Мастеров. По перманентному макияжу. Из-за этого скандала Прям, наверное, 15 человек мне написали при Гинде. Даже написал один парень. Он делает очень дорого брови. Он просто лучший у нас в городе. Даже он написал, что я вам бесплатно просто за бартер сделаю брови. Но Вы знаете, я передумала. Я верю в судьбу. Наверное, не суждено. Возможно, я бы сделала и пожалела. Я поняла, что нет, я не хочу. Это был знак, что не надо. Еще, вы знаете, девчонки мне покидали. Не знаю, мои подписчики просто чисто, чтобы меня поддержать это сделали. Ну, в общем, девчонки покидали видео, как они делали брови, например, два года назад. И пигмент до сих пор не проходит. От микроплейдинга вообще остаются шрамы. А если просто делать перманентный макияж пудровое напыление, то этот эффект не проходит. То есть, получается, если ты один раз сделал эту процедуру, то ты уже до конца жизни постоянно должен делать. А мода на брови меняется, например. Сейчас модно широкие, завтра может быть модно тонкие. Очень странно, но я как-то передумала. А может, сделала бы и пожалела. Вот такая вот история. Вы знаете, я пришла, посмотрела на себя. Весь вчерашний вечер я прям нервничала. Мне было настолько приятно. Я чувствовала себя, знаете, униженной. Вот реально. Как будто надо мной просто поиздевались. Вот такое вот ощущение у меня было. Особенно девушки, которая на рецепшене. Вместо того, что... Если бы человек... Вот я абсолютно серьезно говорю. Ладно, там она не призналась в телефонном разговоре. Хорошо, что у меня этот скрин сохранился. Хорошо, что у меня были мегабайты. Я зашла и показала скрин. Разговор она не признала. Ладно, скрин есть, доказательства есть. Хоть одно. Если бы я пришла, и мне сказали, извините, произошла ошибка. Я вас не поняла. Мы друг друга не поняли. Я что, скотина? Я тоже человек. Я тоже допускаю ошибку. Я бы просто сказала, окей, ушла бы. Или сделала бы эту процедуру. Опять же, зависит от моего настроения. Но когда тебе грубят, еще тебя выставляют виноват. В общем, очень неприятная ситуация. Вчера я еще должна была смотреть кухню, выбирать на новую мою квартиру. Прям настроение было. Вот настолько расстроилась. Ну, пофиг. Я теперь, когда буду идти на какую-то процедуру, я буду миллион раз спрашивать. Это хорошо, что у меня есть косметолог, у которого ничего спрашивать не надо. Я у нее даже не интересуюсь, что она мне колет. И в каком объеме. С ней легко работать. Вот реально. Помните, я вам отмечала в инстаграме. Давайте еще вот этот вот кусочек. Как я обожаю ребрышки. Мягкий, вкусный. Я понимаю шашлык. Я люблю жир. Как я обожаю жир. Я люблю жир. Буду вся такая жирная. Но сначала хотели замариновать, оставить на сутки. Вот, но потом передумали. Спасибо большое вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на меня. Всех люблю. Пока.